МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на 24 КИЗ. Мы продолжаем рассказывать о самом важном к данному часу. В студии Патогос Саркулова. Здравствуйте. Специальные учения на случай ввоза оспы обезьяны прошли в Международном аэропорту Астаны. По сценарию, первые признаки опасного заболевания, температуру, слабость и головную боль обнаружили у 59-летней пассажирки рейса Астана-Камрань. В ходе опроса женщина рассказала врачам, что в начале августа по работе посетила Конго, а с 15 по 20 числа отдыхала во Вьетнаме. Из-за возможного распространения инфекции Казахстанку изолировали в стерильную зону и после проведения медицинского обследования госпитализировали в инфекционную больницу. Тех, кто контактировал с женщиной, осмотрели и взяли на контроль. Места посещения больной, в том числе воздушное судно, продезинфицировали. Именно в санитарно-карантинных пунктах проведены ревизии на готовность, проверка всех оснащений, обновлены все схемы оповещения и обновлены все планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Штат у нас укомплектован. Специалисты санитарно-карантинных пунктов работают 24 на 7 круглый год по сменному графику. Проведены семинары. Дополнительно сейчас будут активно проводиться семинары для причастных служб. В случае фоспы обезьяны в Казахстане не зарегистрировано. Более того, вероятность возникновения вспышки на территории нашей страны минимально, заявили в Минздраве. Тем не менее, проводятся профилактические меры. Усилен санитарно-карантин и контроль на пунктах пропуска через госграницу. Разработаны алгоритмы действий медицинских служб. Медиков также научили правильно действовать при обнаружении инфекции. Есть специальный алгоритм. В первую очередь, пациенты обеспечивают средствами индивидуальной защиты и доставляют в изолированный бокс ближайшего инфекционного стационара. После врач оценивает состояние заболевшего и назначает лечение. Курс заразившейся проходит в стационаре. По словам врачей, оспы обезьян в основном протекает в легкой форме. Тяжелее его переносят дети, беременные женщины и лица со слабым иммунитетом. Основное лечение – это симптоматическое, то есть какие симптомы есть у пациента. И, соответственно, назначается лечение. Это жаропонижающий препарат, это обработка глаз, обработка кожи, если есть обидные высыпания с нагноениями, антибактериальные препараты, без интоксикационной терапии. Все эти препараты, они у нас есть в оснащении каждой медицинской организации. Я отмечу, что заболевания передаются различными путями. Это есть воздушный путь, воздушно-капельный, это есть контакт на бытовой путь передачи, это половой путь, это вертикальный путь. Поэтому это обучение всех врачей, которые могут столкнуться с данными инфекциями. Это врачи-бопы, это врачи-дерматологи, инфекционисты, акуш-гинекологи, урологи. В связи с распространением ОСПО-обезьян за пределами Африки, многие страны стараются обезопасить своих жителей. Власти усиливают контроль в аэропортах и на пограничных пунктах. При этом в Евросоюзе отказались от введения защитных мер. О том, что предпринимают в других странах по борьбе с этим вирусом, расскажем в нашем международном обзоре. Погранслужба Таджикистана усилила контроль из-за вспышки ОСПО-обезьян. По заявлению представителей Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, в соответствии с международными стандартами предпринимаются меры для предотвращения проникновения инфекции в страну. В частности, будут чаще проводиться визуальные проверки. Кроме того, планируется проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди населения. Индонезия ужесточила контроль здоровья въезжающих иностранцев из-за распространения вируса ОСПО-обезьян. Дополнительные меры введены, в частности, на таможенных пунктах. Там путешественников будут спрашивать о состоянии здоровья, последних контактах и конечной точке поездки. Проверки также затронут иностранных государственных деятелей. В стране с начала года зафиксировано 14 случаев заболевания. Пакистан, в свою очередь, начал дезинфекцию аэропортов, причем не только помещений здания, но и самого багажа пассажиров. Для этого привлечены десятки медиков. Кроме того, в Пешаваре одна из больниц переоборудована в карантинное отделение. В Аргентине торговое судно под либерийским флагом поместили на карантин из-за подозрения на ОСПО-обезьян у одного из членов экипажа. Капитан корабля первым сообщил о симптомах опасной инфекции. Медики взяли необходимые анализы и до получения результатов членам экипажа запрещено покидать судно. Евросоюз, в свою очередь, отказался от дополнительных мер по борьбе с распространением ОСПО-обезьян. Контроль на границах усиливать не будут. Массовая вакцинация также не планируется, так как риск массового заражения очень низкий. К такому решению пришли в Комитете ЕС по безопасности в области здравоохранения. Новая волна распространения ОСПО-обезьян не представляет для Европы такой же угрозы, как пандемия коронавируса. Так заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. Он подчеркнул, что опасность инфекционного заболевания для населения в целом невелика. По словам главы бюро, правительство европейских стран знает, как бороться с эпидемией вируса. Однако для полного устранения угрозы им не хватило ресурсов. Продолжаем выпуск. Теперь к другим темам. Смертность от туберкулеза на 40% возросла в Восточном Казахстане. Таковы промежуточные результаты этого года. Улучшить показатели пытаются ведущие пульмонологи региона. На востоке страны внедряют новые виды обследований и ранние диагностики опасного заболевания. Полноценные медобследования людей из группы риска проводятся сразу в нескольких районах области. Это уже позволило снизить заболеваемость. Клиническую картину в регионе изучил мой коллега Вячеслав Федлугин. В этом году диагноз туберкулез подтвердился у 172 восточно-казахстанцев. Показатели заболеваемости в регионе на 10% превышают данные статистики по республике. 23 инфицированных на 100 тысяч населения. Причем каждый случай это полноценное медицинское расследование, чтобы определить круг контактов от нулевого пациента. Часто врачи сталкиваются с уже запущенной стадией заболевания. Поэтому в восточно-казахстанской области сегодня усиливают медосмотры. Людей из группы риска с сопутствующими заболеваниями иммунной системы проводят через серию обследований, анализов крови, флюорографии и тестов. Нюансы современной стратегии борьбы с туберкулезом объяснил замглав врача областного тубдиспансера Болотбек Елшебеков. В первую очередь для снижения смертности туберкулеза это раннее выявление, ежегодное прохождение флюорообследований. Если мы проведем анализ умерших пациентов, в основном они не проходили флюорообследования в разные периоды. Кто-то 10 лет не проходил, кто-то 7 лет. В этом году в регионе впервые применили метод квантифированных тестов. Если проще, метод глубоких анализов крови. Однако сдают их далеко не все. Многие идут лечиться лишь после проявления тяжелых симптомов. Дмитрий Сысоев, туберкулезный диспансер, попал уже в тяжелом состоянии. Похудел до 35 килограммов и не мог ходить. Медикам удалось совершить чудо. После трех лет борьбы с болезнью Дмитрий вернулся к полноценной жизни. Он отказался от алкоголя, занялся спортом. Просто верить в себя, надо духом не падать и все. И все будет хорошо, серьезно. Потом врачи начали потихоньку, на доле коляски начал кататься. Потом начал вставать, ноги шевелить начали. Врачи подходили, шевелили ноги, чтобы у меня ноги разрабатывались. Туберкулез часто мутирует, приспосабливается к медикаментозному лечению и реабилитация растягивается на годы. На заметку антиваксером. В регионе почти на 30% выросла заболеваемость туберкулезом детей. Поэтому прививки врачи советуют считать необходимыми, если нет противопоказаний. Кейсы на каждого амбулаторного больного, который находится на лечении. Категория лечения, по которой он лечится. И какая поликлиника, чтобы мы знали. Елена Поплевка с туберкулезом борется в правовом поле. Как координатор Международного фонда она напрямую работает с инфицированными, которые нуждаются еще и в материальной помощи. Елена помогает собрать справки, оформить ежемесячные денежные пособия. Правозащитница считает, что сумму социальной выплаты, чуть больше 20 тысяч тенге, необходимо пересмотреть. Сложный контингент, как правило, у которых нет какой-то финансовой стабильности, потому что они, извините, болеют, не всегда могут на какой-то работе как устроиться, трудоустроиться, потому что тяжелые заболевания все равно дают о себе знать. Поэтому в любом случае какая-то помощь финансовая нужна от государства. На выплаты праве рассчитывать пациенты, стоящие на амбулаторном учете. Живущим в районах оплачивают даже дорогу до туберкулезного диспансера. Врачи просят людей приходить на лечение, пока не поздно. Вячеслав Витлугин и Жигер Бабаканов, Усть-Каменогорск, 24КЗ. Массовая госпитализация военнослужащих в Карагандинской области. В инфекционной больнице с диагнозом «острой кишечной инфекцией» находится 31 солдат. В воинской части 55-16 с города Тимвертау санитарные врачи взяли смывы со столовой и казармы. Известно, что в течение двух дней молодые люди обращались в медицинский пункт воинской части. Их повезли на осмотр к инфекционисту, там же и положили в больницу. Чтобы выяснить причину отравления, на месте работают медики, представители регионального командования Орталов и представители главного командования Нацгвардии. Очаг локализован, новых обращений от солдат не было. Результаты экспертизы будут известны в ближайшие дни. Солдаты в этой воинской части служат из разных городов. Командиры оповестили о случившемся родителе. Сейчас состояние здоровья заболевших улучшилось, отметил представитель регионального командования Орталов Нацгвардии. Солдаты в удовлетворительном состоянии находятся на контакте. Ежедневно наши офицеры, военнослужащие, командиры посещают их. С ними разговаривают. Тяжелых больных нет. Идут на поправку. Это неприятная ситуация. В плане того, что военнослужащие попали в больницу. Для нас это тоже неприятно. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы они побыстрее выздоровели и снова ставили в строй для выполнения возложенных на воинскую часть задач. В Шемкенте начали повторно обрабатывать территории от клещей, поскольку сейчас началась новая фаза активности насекомых. Особое внимание 10 микрорайонам на окраинах города. Там ранее обнаружили этих переносчиков опасного заболевания конго-крымской геморрагической лихорадки. На этот раз обработку начали с жилых массивов Тасай, Туус, Бадам, Акжар и Актаз. Специалисты санэпидконтроля обрабатывают животных и помещения, где их содержат. По периметру населенных пунктов создают санитарно-защитную зону. С начала года в мегаполисе зафиксировано 574 случая укусов клещей. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью и двум пациентам поставили диагноз конго-крымская геморрагическая лихорадка. Как отметила представитель санитарно-эпидемиологического контроля, оба случая заражения оказались завозными. Они заразились при работе с животными в Туркестанской области и, будучи больным, обратились на медицинскую помощь в город Шимкен. Один из них вылечился, другой, к сожалению, из-за того, что не в свое время обращение медицинской помощью и недоверие медицинским работникам конечно, ходить с помощью получился почебным. Продолжаем выпуск. В Казахстане дополнительно выделили 10 тысяч грантов. Таким образом, в Министерстве науки и высшего образования создали возможности для тех, кто получил высокие баллы на ЕНТ, но не стал обладателем образовательного гранта, так как места распределили между выпускниками из регионов, пострадавших от паводков. Все из-за высокой конкуренции в определенных специальностях, говорят в профильном ведомстве. Этим летом за бюджетные места боролись на 11 тысяч прецензентов больше, чем в предыдущем году. Подробнее в материале Ануара Абдрахманова. Эти видео в соцсетях набрали миллионы просмотров. Ребята со слезами на глазах рассказывают, что получили высокие баллы на ЕНТ, но остались без заветного гранта. Все из-за квоты для абитуриентов из регионов, пострадавших от паводков, хотя их результаты были ниже. Отдельно от нас в зону чрезвычайной ситуации должен был быть разыгран грант. Это заслуга каждого ребенка. Это должно быть оправдано. В следующем году тоже очень много абитуриентов, поэтому хотелось бы, чтобы было выделено больше грантов на такие специальности, как журналистика, менеджмент, английский язык и всемирная история. Всего для ребят из регионов, где минувшей весной бушевала стихия, государство выделило больше 5000 образовательных грантов. Идея, безусловно, благородная, но, как утвердает депутат Мажелиса Исман Сумкар, профильное ведомство не предусмотрело возможные последствия и риски. Ситуация, мне кажется, неоднозначная. С одной стороны, да, мы помогли детям из регионов ЧАЭС, это хорошо, с другой стороны, мы ущемили права других ребят. И сейчас они намереваются подавать в суд, но в целом это их право, вполне это может быть, вполне это может быть реализуемо. Другой вопрос, что такие вот сейчас судебные процессы, ну, во-первых, они затянутся. Какой будет из этого результат, тоже не совсем понятен. Прежде всего, нужно сказать, что виновата, как бы там ни было, непосредственно профильное ведомство, потому что нужно было процесс все-таки организовать более прозрачно и более четко. министр науки и высшего образования СССР, выступая в правительстве в начале августа, ясно дал понять, что государственный образовательный заказ не резиновый. Поэтому львиную долю грантов получили абитуриенты, выбравшие приоритетные для государства специальности. Выделяется дополнительно больше грантов теперь на такие специальности, как теплоэнергетика, такие специальности, как гидрогеология, гидротехнические сооружения, ветеринария, сельское хозяйство и так далее. Весь список этих ребят с высокими баллами мы передали нашим ректорам, чтобы они из них, это действительно очень талантливые и сильные ребята, они потратили много времени, они потратили много труда, и точечно теперь наши ректора будут разбирать этих ребят с высокими баллами, приглашать их к себе и, значит, придавать им возможность продолжать обучение в своих университетах. Поэтому у меня сейчас огромная, огромная просьба к коллегам, всем представителям СМИ, давайте поможем этим ребятам, возможности есть. Порядка 10 тысяч грантов на сегодняшний день дополнительно выделяется. Для разъяснения в министерстве запустили специальный коуд-центр. Там можно получить всю необходимую информацию о дополнительных образовательных грантах. Ранее 10 тысяч грантов выделили ведущие университеты страны, областные акиматы, работодатели и фонд Казахстан-Холхна. Ануар Абдрахманов, Арман Ахшабаев, 24КИЗ. Продолжим обсуждать эту тему. Представитель Министерства науки и высшего образования присоединяется к нам по ЗУМу. Айгуль Жумабекова, Айгуль Баймурзиновна, здравствуйте. Как вы меня слышите? Добрый день, хорошо слышу. В сюжете было сказано о работе специального колл-центра. Расскажите подробнее, с какими вопросами туда звонят и какие разъяснения получают? Действительно, мы запустили колл-центр, который занимается вопросами разъяснения родителям, какие возможности сейчас есть у абитуриентов. В частности, это значит, при поступлении в ВУЗ можно ли получить скидки, какие-либо участвовать в конкурсе грантов из средств других компаний. В частности, это у нас Казэнерджи до 31 августа еще осуществляет прием документов на гранты по приоритетным направлениям подготовки. Ну и в целом родители обращаются, спрашивая какие есть шансы. В начале августа министр рассказал о выделении 10 тысяч грантов. Скажите, их распределение еще идет или уже закончилось? Как они были распределены? Это гранты местных исполнительных органов, конкурсные процедуры проводятся им самостоятельно. Это, как я уже говорила, гранты предприятий, компаний, которые также самостоятельно осуществляют конкурсные процедуры. И кроме этого, согласно нашим правилам, до 15 сентября у нас вузами осуществляется возврат отказных грантов. То есть, если по каким-либо причинам абитуриенты не желают обучаться на гранте, они отказываются и, соответственно, эти гранты возвращаются и перераспределяются следующим претендентом. А когда процедура перераспределения должна быть завершена? Как я уже говорила, до 15 числа согласно правилам вузы предоставляют нам данную информацию. Они вам предоставляют, а затем в течение какого времени это будет распределение? До конца сентября, то есть в течение сентября данные процедуры будут завершены. Министр также говорил, что не хватило всего места, потому что некоторые специальности профессии пользуются наибольшим спросом. Какие? Действительно, мы осуществляем подготовку кадров в рамках госзаказа. То есть это значит согласно среднесрочному прогнозу потребностей кадров, который нам предоставляет Министерство труда. И согласно анализу данного среднесрочного прогноза, у нас более 60% это кадры для таких отраслей экономики, как теплоэнергетика, электроэнергетика, водная отрасль, то есть технические направления необходимы инженера. Около 20% это педагогические в виде подготовки и 19% это другие. Соответственно, госзаказ на подготовку кадров был выделен таким образом согласно данного анализа. Учитывая, что в этом году у нас выпускников гораздо больше, чем ниже в прошлом году, то есть в конкурсе на присуждение образовательного гранта в прошлом году участвовало 93 тысячи выпускников, в этом году 104 тысячи 120 человек, более 104 тысяч. Соответственно, конкурс был высокий. И на такие специальности, как стоматология, у нас конкурс составлял 35 человек на одно место. международные отношения права, то есть это специальности, на которые ежегодно бывает высокий конкурс. Ну, конкурс высокий, это, конечно, понятно, конкуренция, но и те ребята, которые набрали высокие баллы, они тоже не виноваты. Понятно, что нужно было подготовить, кто находился, те регионы, в которых были паводки, и дети просто не имели возможности нормально подготовиться. Ваши прогнозы получится все-таки обеспечить грантами тех, кто получил больше 100 баллов? Дело в том, что, как я уже говорила, госзаказ выделяется у нас на подготовку востребованных кадров для экономики труда, для рынка труда. Значит, согласно правилам, эти гранты присуждаются следующим президентом по тем же группам образовательных программ. Хорошо, спасибо большое за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Напомню, на прямой связи со студией будет представитель Министерства образования и науки. Ну, смотрите новости, мы продолжаем. Больше 80 миллионов тенге бюджетных средств перевели себе и знакомым бухгалтеры сразу трех школ в АТРАУ. Факты хищения выявили в ходе прокурорской проверки. Тогда же стало известно, что противоправной деятельностью школьные бухгалтеры занимались с 2022 года. Прокуроры также сообщили, что руководители школ, допустивших хищение, привлекли к дисциплинарной ответственности. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Решением городского суда номер два АТРАУ бухгалтера приговорили к шести годам лишения свободы с запретом заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на три года. Исполнение приговора отложено на пять лет, так как у бухгалтеров есть несовершеннолетние дети. В Шемкенте по-прежнему сохраняется дефицит ученических мест. По данным правления образования городу не хватает примерно 13 тысяч мест для школьников. Чтобы решить вопрос, в мегаполисе развернули масштабное строительство учебных заведений. В этом году свои двери для учеников распахнут 11 комфортных школ. Решат ли они проблему, выясняла Катерина Попкова. Большая стройка на этом объекте подходит к завершению. 450 специалистов трудятся круглосуточно, чтобы 1 сентября в этой комфортной школе впервые прозвенел звонок. К новому учебному году откроют не только просторные учебные кабинеты, но и четыре спортивных зала, а также стадион, вокруг которого строители укладывают беговую дорожку. Как отмечает куратор проекта Марат Куанышбаев, планировка школы продумана таким образом, чтобы ученики младших и старших классов не пересекались во время занятий. У них срок по договору 15 декабря. У нас согласно ИПЗ-контракту они хотят сдать на 1 сентября показатель. Успевают? Успевают. Уже на этот план работает. В конце сентября еще три такие школы распахнут двери, а следом за ними и другие семь. Это позволит значительно сократить дефицит ученических мест в мегаполисе. По словам руководителя управления образования Нургуль-Шамшиевы сейчас разгружают переуплотненные школы. Переуплотненные школы они за счет чего переуплотняются? Во-первых, из-за того, что у нас в городе 13 населенных пунктов отсутствуют школы. То есть дети этих микрорайонов они учатся все в городских других школах. Как только в 13 участках будут открыты свои школы, дети туда перейдут. Тем более, в этом году мы планируем, что 9 из 11 комфортных школ они будут введены как раз как и в тех населенных пунктах, где школы вообще нет. В тех школах, где количество учеников почти превышает возможности, также возводят пристройки. Иного выхода в управление строительства не нашли. Во многих учебных заведениях имеющаяся территория не позволяет строить большие корпуса, говорит Айдын Нашенов. У меня же свои нормы допустим на определенном участке сколько там мест допускается школ. Учитывая все эти нормы, то есть строительные, санитарные, экологические другие нормы, высчитывается сколько допускается. Однако две пристройки к первому сентября не сдадут в эксплуатацию. Там работы еще продолжаются и контрактные условия не требуют ускорения темпов. Беспокойство в управлении образования вызывает только капитальный ремонт в школе номер 80. Есть риск, что не успеют завершить к началу учебного года. В этом случае учеников обещают временно переселить в другое здание. Котельна Попкова, Самат Нахашбеку, Лышемкент, 24КЗ. В Усть-Каменогорске выявили множество нарушений, допущенных при ремонте улиц. Сейчас подрядчики исправляют недочеты, иначе объекты просто не примут в эксплуатацию. В регионе объявлен год дорог. Объем работ большой, но и спрос исполнителей будет высокий. Анна Лиссимбердина выяснила, какие ошибки чаще всего допускают строители и как это влияет на качество дорог. В Усть-Каменогорске в этом году отремонтируют сразу 38 улиц. Специальная комиссия выбрала самые проблемные участки, на которые больше всего жаловались жители. Из бюджета подрядчикам выделили свыше 3 миллиардов тенге. Контроль за эффективным использованием средств взял на себя Антикор. Его сотрудники не только проверяют бумаги, но и качество исполнения самих работ, отмечает офицер по особо важным делам сержант Маликов. У нас анализ проводится не только уже в построенных объектах, но и которые уже в данный момент строятся. Так, нами совместно с Центром качества дорожных активов проведен выезд, в рамках которого определены нарушения по водонасыщению асфальта и по порой системы. Речь идет о проспекте Абая. В лаборатории Национального центра качества дорожных активов провели испытания, образцы нормам не соответствовали. А это значит, что новый асфальт долго не продержится, если не исправить замечания делится инженер Саяхат Мусапыров. Он ежедневно выезжает на объекты, проверяет, как ведутся работы, ровные ли основания, соответствуют ли заявленным параметрам толщина покрытия. С начала лета это уже 68-я проверка. По результатам проверок выявлено более 12 нарушений, такие как изоответствия толщины, некачественная подгрунтовка, также отсутствие технических надзоров. было отобрано 167 проб материалов, из них на данный момент 20 из них не соответствуют по нормативам. Теперь подрядчики будут заново стелить асфальт там, где нашли нарушения. Для них это дополнительные затраты, причем уже за собственный счет. Но другого выхода нет. Заказчики улицы Акимата примут объект в эксплуатацию лишь после устранения всех замечаний. Контролирует все этапы работ Иржан Ибраев. Он заведует сектором благоустройства автомобильных дорог в городе. По проспекту Абая был факт, что при совместном объезде было установлено, что часть кернов не соответствовала требованиям. Мы направили письмо и буквально подрядчик написал, что он готов повторно отобрать. Мы на ближайшее время назначим повторные испытания. При таком подходе ремонта должно хватить на гарантийные 5 лет без ям, хабов и колейности. Всего в областном центре за этот сезон подрядчики положат новый асфальт на 32 километрах дорог. Аналисон Берденович, Григорий Вабаканов, Усть-Каменогорск, 24 КИЗ. И еще о дорогах. Капитальный ремонт автодороги Косталовка-Женебек, граница Российской Федерации, завершен в Западно-Казахстанской области. На трассе общей протяженностью больше 42 километров установили 17 водопропускных труб. Как сообщают в Казаптажоу, строители использовали около 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Работали на проекте 150 человек. Сейчас укрепляют обочины, устанавливают дорожные знаки, наносят разметку. По проекту предусмотрена площадка для отдыха с модульными санузлами. Полностью автодорогу обустроят до конца года. Да, строительства этой дороги не было дорог. Было направление грейдер. Я вот сам убедился, видел, сколько весенний период, осенний период, зимний период. Сложно было добраться до Уральска. Люди даже летнее время, дождливые погоды, не выезжали дорогу. Если там проблемные вопросы возникают, похороны, или кто-то заболел, только тогда выезжали. А сейчас мы дорогу открыли, проездали по полной поверху асфальтной покрытии. И теперь о событиях в мире. В республике Тыва борются с таежными пожарами. Самый крупный бушует на территории Танзинского района. Его площадь 270 гектаров. Огонь уже приближается к населенному пункту. Что делают пожарные добровольцы, чтобы остановить стихию, расскажут мои коллеги. Огромные деревья падают, охваченные огнем. Из-за сильного задымления не видно солнечного света. В Тандинском районе, где действует шесть очагов, три из которых крупные, ситуацию усугубляет аномально жаркая и ветреная погода. Лесной пожар набирает силу. В регионе введен режим ЧС. Жители ближайших поселков готовятся к эвакуации. Руководство региона держит на готове транспорт, чтобы оперативно вывести людей из зон риска. Жители, конечно, обеспокоены, потому что пожар очень близко подходил к населенному пункту. Очень сухая, жаркая погода, хотя и работали наши спасатели, огнеборцы. Ближайший населенный пункт в пяти километрах от пожара. Местные жители, несмотря на опасность, тоже помогают спасателям бороться с огнем. Очень обеспокоены о природе нашей республики, особенно Тандинский Кожун, где происходят пожары. Начали друг другу морально поддерживать. Давайте там сходим, поможем Тандинскому Кожуну. С пожаром борются сотни спасателей с помощью почти 30 единиц техники, в том числе самолета. Всего в республике сейчас действует 31 пожар. Тамерлан Ким, 24 КИЗ. В результате аварии автобуса в Иране погибли по меньшей мере 28 человек. Еще 23 получили ранения, причем семеро из них в критическом состоянии. Авария произошла в центральной провинции ЕС. По предварительной версии у транспортного средства отказала тормозная система, в результате чего автобус перевернулся. Все пассажиры граждане Пакистана. Они направлялись на паломничество в иракский город Кирбела. И вновь о событиях в нашей стране. Алшат Беттена встретился с участниками 17-х паралимпийских летних игр. Премьер-министр вручил национально-олимпийский сборный флаг Казахстана. Его они пронесут во время торжественной церемонии открытия состязаний. Уже определены флагоносцы. Это призер азиатских паралимпийских игр, десятикратный победитель чемпионата Казахстана по волейболу Сиди, Берик из Магомбетов и чемпионка Казахстана по парополевой стрельбе Севда Алиева. Соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Глава Кабмина пожелал сборной успехов. Они, в свою очередь, пообещали бороться до конца. Добавлю, в летних паралимпийских играх примут участие 44 казахстанских спортсмена. Сборная страны получила 33 лицензии в 9 видах спорта. Паралимпийские игры это не просто спорт, это подтверждение безграничных способностей человека. Ваша сила воли и смелость достойны преклонения. Миллионы людей вдохновляются вашей самоотверженностью и непоколебимым духом, учатся преодолевать жизненные преграды. Наш флаг, который вы сегодня получаете, это символ единства и победы. Глава государства отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях почетная задача, большая честь и ответственность. Мы уверены, что вы достойно представите Казахстан на международной арене и привезете домой новые медали. У парополевой стрельбы две лицензии. Это Альива Севда, она является плагоносцем. И у Габасова Йоркина. Сейчас у нас проходит подготовка на Олимпийской базе, СОП под Алматой. Условия тренировок для тренировок шикарные. Спортсмены подготовлены отлично. У каждого есть хорошие шансы на медали. Лучших ловчих птиц готовят для участия во всемирных играх кочевников. В Щучинске проходит учебно-тренировочный сбор по кузбегале к искусству охоты с ловчими птицами. Участвуют девять спортсменов и верные спутники беркуты, соколы и ястребы. Сборы завершатся 25 августа. Следующий этап начнется 27 августа. Подготовка организована в преддверии пятых всемирных игр кочевников. Соревнования с ловчими птицами состоятся с 12 по 13 сентября на территории Этнаула вблизи столичного ипподрома Казанат. Мы активно готовимся к предстоящим пятым всемирным играм кочевников. Мы используем все наши умения и навыки, все наши возможности. На игры кочевников приедут сильные соперники из Европы, Монголии, Кыргызстана, которые также хорошо подготовлены. Мы готовим трех беркутов, трех соколов, трех ястребов, которые будут участвовать в предстоящем состязании по трем категориям. Весь летний период у них шел процесс линьки. Сейчас тренируем их и обучаем скорости. Я буду участвовать в соревнованиях с Беркутом Алгыром. 350 казахстанских школах с нового учебного года будут преподавать шахматы. Об этом на международной конференции в столице рассказал первый вице-президент Касыча Сдарвенц Адвакасов. По его словам, желающих освоить интеллектуальную продолжают проходить подготовку. Соответствующие курсы на сегодня прошли 200 педагогов. Напомню, в прошлом году в рамках пилотного проекта тысячи первоклассников по всей стране начали учиться игре в шахматы. С прошлого года мы запустили пилотный проект при поддержке Министерства просвещения. 42 школы в 7 регионах Казахстана были взяты в пилот, который показал свою успешность. И уже в этом учебном году, который начнется все регионы сейчас являют желание. Мы получили изначально 767 заявок от 767 школ в Казахстане по всех регионах. Но пока цифра финализируется, я думаю, что будет немножко меньше в силу того, что не все готовы с точки зрения наличия шахматного инвентаря, может быть, где-то еще каких-то процессов. Но в любом случае мы ждем, что будет не меньше 350 школ покрыто уже с сентября этого года. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz Всего доброго.